Небольшое лирическое отступление. Добрый вечер. Некоторые учёные считают, что всех благ населению не хватит, потому что человечество очень быстро растёт. Другие тоже учёные считают, что и так будет скоро производиться из воздуха. Но воздух тому времени будет отравленный и, соответственно, продукты будут напичканы очередным ядом. Нильс Борб сказал, что человечество не погибнет в ватном кошмаре, оно возьмётся отсутствием отходов. Что мы предлагаем? Мы предлагаем пасти человечество и на этом ещё заработать. Итак, наши технологии по производству из мусора 100% на переработку, то, что человечество зарабатывает и выбрасывает. Сегодня в России 130 миллиардов тонн мусора запоронено, и здесь в городах не прибавляется ещё 70 миллионов тонн. Это 50 миллионов ТПО плюс 20 миллионов тонн ингредиентных отходов, то есть педагогические предприятия и прочее. Наш проект предлагает 100% таких отходов переработать полезные продукты. То есть все виды сырья будут переработаны и дальше востребованы. За счёт чего это происходит? Если в обычной печи, там, в чёрном клавице 4-6 часов, наши технологии это проделывают всего за несколько минут. За счёт чего? Гипертон по скоростной химической реакции при температуре от 1,5 до 2 тысяч градусов, то есть транссидентной температуры, в последствии огромной скорости химических реакций. Таким образом, ну, человечество ещё такого не видело, и мы на выходе имеем полезные как-то продукты. Странсидентных металлов, газ, стройматериалы, пара гипертонических элементов, чугу, наша установка ПМ1 делает из шламов, технологических компаний, которые это всё хоронят, и метанол. Средизменность за 200 долларов, а в выходе китайцы сейчас потребляют по 600 долларов за тонну. Метанол, особо отмечу, перед добавкой в 10% экология повышается в полтора раза. То есть востребованы в любом объёме. Просчитанное на 10 лет потенциал российского рынка порядка 130 миллиардов долларов. Это уже как бы готовый бизнес-главный. Международный рынок в десятки миллионов долларов, сами понимаете, что идея Китая и кровь по человечеству, взыкается в таком шламе. На сегодня запущена первая установка ПМ1 готова перерабатывать шлам от скользкого тока с дурочкой 150 миллионов рублей. Основное производство – это чугун, 22 тысячи рублей по рынку, дисковка от Аблажского готова продавать, плюс цинк, сильные металлы и так далее. Значит, в следующем году мы готовы запустить в предприятие уже промышленный цикл, чтобы собрать опыт на последующем рынок изграничен. То есть мы готовы привлечь с 2021 года порядок триллиона рублей. Соответственно, как бы провести это мониторинг всей страны, то есть провести по паспортам всех захоронений и прочих там свалок полигонов свой анализ и, соответственно, установить свои установки. Значит, ну, конкуренты указаны в этой презентации, но по существу нет. Единственный позиционируемый конкурент сферма «Хитачи», который производит 5-6 раз дороже оборудования. Но на сегодня, как бы, они просто, так сказать… Ну, корректно не могу сформулировать. Грубо говоря, это прочий инструмент для других, как бы, в мире аналогов на сегодняшний день. Потому что капитальный строительство в сотни раз меньше. Удельные расходы по расходу энергии больше. Присловно, вырабатывать свою энергию запатентовано от 30 наукава. Получено несколько патентов, не имеющихся на опыт в мире. Все это осознано на базе нашей лаборатории. Существующим институтом Миссис. Значит, команда. Ну, я называю, что у меня есть правка из Дудома, стояли сумасшедшие. Под этим документом подписали все ведущие академики страны, которые более-менее понимают, что это в этой отрасли. То есть, доктора химических, технических и других никому не нужен наук. Ну, как бы, они все перечислены. Готовы подписаться под каждым днем слов. На сегодня, вот, сейчас привлекаю инвестиции. Я сегодня единственный сортитический инвестор проекта. То есть, грубо говоря, инвестирую из своих доходов в казино на Северном Кипре. То есть, легальные деньги. За сегодня привлекаю 130 миллионов рублей. В первом раунде это переоснащение и дополнение установки в городе ТЭМС, Агаровской области, на базе литейного местного завода. Значит, это непосредственно операционные производства и расходы. Плюс мы дальше вкладываем в науку у нас. Аспиранты и прочие ученые работают, продолжают наработку. Что это дает? Через два года, значит, сегодня производит установка ПМ-1, перерабатывает 100% мусора, вернее, шлама металлургических заводов в чугун и цветные металлы. Установка ПМ-5 перерабатывает просто мусор в метанол и стройматериалы. 100% выход. Значит, в заключение, что бы хотелось сказать. Сегодня один телевизионный персонаж по телевизору получил вопрос. Внимание, вопрос, как говорят, что, где, когда. Почему экология страны находится в таком состоянии? Внимание, правильный ответ. Как КВН, потому что лодиолус. Что пишет? Не знаем, что делать. В Советском Союзе никто этим вопросом не занимался. В России никто этим вопросом не занимался. Создан национальный проект «Экология» с бюджетом 4 триллиона рублей. Его кассовое исполнение 7,9% за этот ход. В результате созданная РЭО, очередная, кому не нужная госкорпорация, уголила генерального директора. Спасибо, Александр, время. Мы сейчас в полемнику идем. А мы это самое, когда-то торопимся, выйти кому надо. Говоряйте, не глубоко. Я закончу. Может, мне идти? Ну, три с половиной давно прошло, минута. Ну, мы спешим куда-то. Мы, да. Есть просто следующие. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Друзья, ваши аплодисменты. Пожалуйста, голосуем за данный проект. На самом деле, проблематика, вы сами видите, какая, да? Отходов. На мой взгляд, это очень крутой проект. Тем более, что под ним подписываются такие академики, вот те, из которых были перечислены. Так. Обязательно голосуем за этот проект. Ставим ему оценку. Спасибо.